Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Пока я готовлю третью часть новой информации и исследований по библиотеке Ивана Грозного и донесению Александра Сергеевича Танеева, для вас не плановый фильм, наблюдение. Но прежде хочу поблагодарить спонсоров канала Ларису Александровну Б. на развитие канала Андрей Дмитриевич С. Надежда Евгеньевна В. Марина Павловна Г. на поддержку канала Екатерина Белова, Владимир Николаевич, Любовь Владимировна П. на помощь каналу и книге и многих других, кто своим рублем поддерживает и помогает. Это очень важно, эта помощь нужна для меня. Я стараюсь ищу новые факты, искажения и переписывания истории нашего народа, перелопачивая многие книги, источники, архивные цифровки, которые могут хотя бы косвенно, сквозь труки пролить свет на спрятанные события. В этом фильме я поставлю вопрос о том, в архитектуре Сталинок на проспекте Мира использовались элементы допотопной архитектуры и технологии. Успели построить после смерти Сталина до хрущевского примитивизма и серости хрущевок те самые допотопные архитектурные дома. Почему возник такой вопрос? Потому что в этом районе я живу 30 лет и ранее обращала внимание на некоторые архитектурные фрагменты оформления сталинских многоэтажек, но не понимала, как и многие, почему, что не так. Вот смотришь и взгляд останавливается на этих домах и понимаешь, какая-то недосказанность. Общая справка. Известно, что проспект Мира как проспект Мира назван в 1957 году в честь Международного движения борьбы за мир и в связи с проходившим в Москве шестым всемирным фестивалем молодежи и студентов. Улица до 1957 года называлась Первая Мещанская. Это очень старая дорога из центра Москвы на север, известна с XII века. Очень интересный маршрут по ней я провожу. Следите за моими объявлениями, кому это интересно. И скоро с апреля по субботам я начну проводить длительные пешие прогулки по авторским маршрутам до потопной Москвы, в том числе и по проспекту Мира. Тема этой улицы бездонная, но я сконцентрируюсь в этом фильме на небольшом участке от метро Алексеевска. Построено там было несколько сталинок в 1954-1957 годах. Однако информация об этих домах очень скудная. Всего несколько фото в интернете. Вот, например, мы видим уже возведенные стены дома номер 118 и 120. Это как раз вот от метро Алексеевска рядом, о которых обойдет речь. И лишь на одном фото интересный хаос среди старых домов, новая стройка. И среди этого хаоса поднимаются стены дома 120. Хаос, он такой, он непростой этот хаос. Он каким образом организовался, каким образом так хаотично были поставлены дома, что это вообще такое. Уникальный снимок, очень интересный. Дома оставились, как Бог на душу положит. Но это уже получается советское время. Что-то там от царского времени с 19 века осталось. По всей видимости, строилось на уже засыпи. Люди не знали, что там под ними, под землей. Хочу обратить внимание, что сама улица является высокой точкой глина засыпа. Но более подробно я буду специально говорить об этом в следующих фильмах. Я подготовила материал свой исследовательский. И вот от проспекта Мира в сторону старой водокачки Мытищинского водопровода, а это целый комплекс старинной промышленной архитектуры, которую капиталисты современные безжалостно сносят. Осталось всего несколько зданий. А был целый квартал старинной качественной архитектуры, крепких таких домов по обе стороны улицы. Это был такой вот кусочек старой Москвы. И многие дома там именно допотопные, но они устояли, потому что очень качественная архитектура. Мы видим, что на карте идет стройка и снесено очень много. Расчищено место под новые стекляшки, офисной архитектуры, захватчиков и народцев и местных продажных торгашей, потому что именно так. Потому что за деньги продается все. Они вообще не думают о городе, чтобы что-то оставить потомкам. Вообще нет. Просто все снести и поставить свои стекляшки. Теряем и теряем. Без единого выстрела исторические крепкие здания. И вот еще один дом, который находится рядом с метро Алексеевская. Стоит он на старых стенах предыдущих домов. Сама улица Первая Мещанская была сплошь застроена каменными палатами 16-17-17 веков. Прямо вот если смотреть от центра города, от Лубянки и сюда, то есть веков с крепчайшими толстенными стенами палата были. Где краснокирпичное, где есть белого камня. Улица засыпана где-то на 8-10 метров глины. Приблизительно, конечно. У меня же нет возможности проверить точно это все. Дома 114 рядом с метро. В доме 114 рядом с метро есть кафе братьев Караваевых. А там цокольный этаж, где расположены кухня и санузлы. Кстати, про этот дом вообще тишина в Википедии. Информации по нему нет. Этот корпус состоит из двух частей. Они внешне отличаются. С внутренней стороны метро дом откопан на два этажа. Я вам расскажу о второй части дома, где расположена кафе братьев. Так вот, этот этаж не был изначально цокольным. Сквозь полупившуюся штукатурку проглядывает характерное высочайшего мастерства. Красно-кирпичная кладка до самого пола. Уровень этажа около 4,5-5 метров. На глаз. Значит, под этим полом есть еще технический этаж и фундаменты. Переходим к следующим домам постройки 1954 года. Красивые сталинки. Высота этажа 3,2 метра. Классика сталинская. И эти данные официальные от риэлторов. Информации о начале постройки котлована этого дома отсутствуют. В интернете, повторяюсь, 3-4 фото с постройки и уже начатыми возведенными стенами. Да, я полагаю, их так и строили в 1954 году, 59-м. Да, это дома этих построек. Но что там были за фундаменты под глинозасыпом, под бараками и маленькими деревянными домиками? Эти дома 118 и 120 и такие же напротив имеют характерную особенность. Мы видим на первом этаже арочные проемы по всему фасаду. Они есть из боковых фасадов. Да, понятно, что это не осталось, ну я так полагаю, это не осталось после глинозасыпа. Это возведено в 50-х годах, даже уже после смерти Сталина, еще на автомате. Но какая здесь интересная особенность? Арки круглые. Обычно при Сталинках, уже вот при Сталинках, арочный свод не делали круглым. То есть начало арки, вход как бы он круглый, а дальше перекрытия идут горизонтальные на балках из железобетона. Потому что так уже было удобнее. Внешне на фасаде есть круглая арка, а сам переход он горизонтальный, плоский, прямоугольный. Потому что очень трудоемко делать красно-кирпичную кладку круглую. Само перекрытие, в этом как бы нет смысла. Но в данном случае все подъезды, они выполнены именно круглыми арками, круглыми перекрытиями. Что там? Красный кирпич? Из чего это сделано? Непонятно. Обычно только фасадная часть круглая. В этих домах арки и перекрытия в подъездах везде круглые. Мало того, на них устроено украшение в виде розеток, раскрывающийся цветок, вид сверху. Как будто бы лепнина. Все закрашено, будто бы лепнина. И мы так и думали, что это просто украшение лепнина. Но если мы присмотримся к ним, это же не украшение и не лепнина. Это закрашенные под лепнину светильники. Я полагаю, что они металлические. Но нет возможности допрыгнуть, постучать, посмотреть визуально, физически потрогать руками. Но на глаз и на тень, если мы посмотрим, тень тонкая. То есть это что-то тонкое. Тонкое это может быть только металл. То есть это металлические цветы. И металл он более легкий, чем лепнина. Ну и зачем там лепить металл туда на потолке для украшения? Я полагаю, что это именно светильники. Проем двери подъезда укреплен железными балками по всему периметру. Дверь сама деревянная, старая, вот тех же 50-х годов. И все выкрашено в один темно-коричневый цвет. Входная дверь между двух небольшого диаметра колонн, также выкрашенных в один цвет. И можно было бы подумать, что это простое украшение. Но постучим по материалу и сравним дверь деревянная, а колонны металл. Зачем? Для поддержки верхней балки, на которой из тяжести лишь фрагмент арочного полукруглого окна, рама, она не тяжелая, для нее не нужна дополнительная опора. Для нее будет достаточно деревянной балки, поперечной. Или это колонны, когда-то выполняли роль тока проводящих столбов к светильникам. Все это просто закрашено и выглядит как обычная лепнина и украшательство. И так по всем подъездам этого дома 118, 120 и точно таких же домов на противоположной стороне. Это абсолютно по типу и сверху, если вид сверху, это одинаковые дома. Они строились примерно в одно время. Если эти арки и светильники поставлены на момент строительства 1954 года, то как они работали, почему их замазали и когда? Или это какие-то самостоятельные, автономно работающие электрические приборы? Такие же светильники я показывала в своих фильмах про метро. Есть на переходе станция Павелецк. Это тоже допотопная станция. Можно было бы сказать, да ладно, все метро строилось в советское время. Все, да не все. Очень много построено, это факт. Мы не можем не отдавать должность советским строителям. Они подвиг совершали, наши советские люди. Это никто не оспаривает. Но есть объекты, которые были построены в допотопной, разбомбленной цивилизации XVI, XVII, XVIII, XIX веков. У нас нет точной датировки вглубь веков, когда это построено. Но похожие объекты, если датировку дают по Европе смотреть, и такие же, как в Москве, у нас они ближе только к XVIII и XIX, а там и XII, и X век, и VIII век дают датировки. Вот так вот. Так что датировка может быть какое угодно. Мы сейчас об этом спорить не будем, но она точно допотопная, до глинозасыпы, до даты 1860 года. Пока точно определить каждый объект в советском нашем метро или фрагмент объекта, встроенный более поздние постройки, нет возможности. Однако я сразу вспомнила про Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Кстати, также один из моих авторских маршрутов – арка архитектора Оси Бове 1830-х годов. Она наводила на Кутузовском 1968 года, но абсолютно точная копия, один в один. Поэтому мы можем ее исследовать, так как там в своде арки похожая лепнина. Цветочки такие же раскрытые, вид сверху. И похожие закрашенные светильники под лепнину. Такие же светильники, закрашенные под лепнину, на многих усадьбах сохранились. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде. Это то, что видела я лично и исследовала. Я полагаю, что они сохранились и в других городах, потому что где есть похожие усадьбы, просто обратите внимание в своих городах, кто живет. Если вы увидите круглые арочные своды, и там вот такую лепнину, проверьте эту лепнину. Попробуйте ее, так сказать, исследовать, на ощупь посмотреть, что это такое, постучать, если получится, если будет такая возможность. Да, еще надо сказать, что могут встретиться, и чаще всего наверняка будут встречаться арки, которые уже после глобальной реставрации, и там будет действительно лепнина или каргокульт. А вот в Донском монастыре, в Большом соборе, который по официальной версии возведен в 1698 году, является архитектурной доминантой, в Большом соборе Донского монастыря такие же украшения в виде розеток под высоченным куполом. Или это все те же светильники? Зачем в таком древнем храме эти розетки? Их оставили для красоты? Они не подходят под религиозную тематику, но они очень высоко под куполом. Кто обратит внимание, кроме историков-альтернативщиков? И обратите внимание, опять-таки, на общую тему архитектурных деталей. Донской монастырь – это XVII век. Не сам Донской монастырь, а собор, Большой собор Донского монастыря – это конец XVII века. И там такие же розетки. Они встречаются у нас, получается, в XVII веке, в XVIII веке, в XIX веке и даже в XX веке. А арка Тита – это вообще Древний Рим. Но там, если мы присмотримся, то там видны квадратные отверстия под этими розетками. Вопрос, зачем? Если это была просто лепнина, зачем эти квадратные отверстия, пустота? Все бы залепили и поставили бы эти розетки просто на голую, на штукатуренную поверхность самой арки. А там у нас виднеются квадратные отверстия. Очень похоже на то, что это были токопроводящие отверстия для светильников. Из чего я делаю выводы? Вернее, нахожу подтверждение того, что товарищ Сталин и архитекторы того времени повторяли античную архитектуру, старались ее воспроизвести, владели техническими секретами допотопной цивилизации и под шумок от скрытых врагов-сионистов, которые находились везде уже во власти. Они всегда были, они полностью не были изобличены, они никуда не уходили, потому что они все время лезут. Они как глисты, как клапы, как тараканы, они лезут все время во власть. И вот сталинские архитекторы все-таки, молча, тихо, не афишируя, воспроизводили эти технические средства допотопной цивилизации. Фрагменты в сталинском, том самом сталинском ампире, который был просто поперек горла тому же пришедшему на смену Хрущеву, который боролся с этим совсем, с излишествами, он боролся с допотопной цивилизацией, он боролся с историей. Поэтому Хрущев абсолютный враг. Его, кстати, мне иногда в комментариях пишут, что он просто такой дурачок, или иногда историки его выставляют дурачком, как и Горбачева дурачком. Нет, они не дурачки, они осознанные враги советской власти и советского народа. То, что Сталин знал о предыдущей цивилизации и восстанавливал ее, я неоднократно говорила в своих фильмах по античному Челябинску, по Сталинграду и даже по выставке ВДНХ. На сегодня все. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно, познавательно. Надеюсь, что у вас возникнет новый азарт. Исследовать в местах, где вы живете, своих дома арочные, если что-то еще осталось, сохранилось, может быть, где-то есть заброшки, проверите их, если там есть подобные арочные входы. Этого, конечно, очень мало уже осталось, но все-таки кое-где есть. Проверьте, это действительно лепнина или это металл, закрашенный под лепнину. Кстати, со двора этих домов сталинских, мы не вполне закопыши, не вполне могли стоять на старых стенах. Делитесь этим видео. Благодарю за внимание. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания. А я готовлю третью часть фильма по истории по библиотеке Ивана Грозного, по письмам Танеева. Там будет очень интересный материал. Ждите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!